В 2022 году, сразу после начала специальной военной операции, Владимир отправился добровольцем за ленту. Был там дважды и около года назад вернулся домой. Здесь он встретил Ксению, которая в один момент изменила его жизнь. Первый раз мы встретились спустя пару месяцев после возвращения ССО через нашу общую подругу. Изначально я вообще приехал в гости и как-то заглушилось-завертелось. И вот теперь планируем уже семью, ребенок в мае родиться. Мы пришли с вопросом помощи молодым семьям. То есть нам интересно, какие меры поддержки вообще существуют в крае и просто не в цели. Владимир и Ксения выяснили, что могут рассчитывать на частичную компенсацию оплаты жилья, как семья участника СВО, единовременную выплату при рождении первого ребенка и на помощь в трудоустройстве и переобучении. Есть ряд и других субсидий и льгот, например, приоритетное зачисление в детский сад, которое в скором также потребуется семье. Но каждый случай индивидуален. И специалисты Министерства труда и соцзащиты, и Краевого центра социальной защиты населения, и Фонда защитников Отечества готовы проработать вопросы с каждым обратившимся. Площадкой для проведения таких консультаций стал проект «Разговоры о главном», задачей которого является освещение достижений края. Начали проводить публичные лекции, публичные какие-то обсуждения, круглые столы на темы, которые волнуют широкие, так скажем, слои населения. Вот мы договорились с наиболее яркими и известными в регионе политиками о том, что вот эти беседы, а главные, очень условно, будут проходить не только в Чите, и вообще не столько в Чите, а сколько в районах Забайкальского края. Наши политики, когда ездят по региону, очень много получают вопросов на тему того, какие есть меры поддержки семей. Поэтому мы сегодня организовали вот здесь вот на базе этой нашей площадки в штабе общественной поддержки Забайкальского края, организовали встречу, открытую абсолютно встречу для людей, которые хотят получить информацию об этих мерах поддержки. В этом году президент Владимир Путин обозначил ключевую задачу страны – сохранение традиционных семейных ценностей. По его поручению расширен пакет мер поддержки, которые действуют в рамках нацпроекта «Демография». Стоит отметить, что результат от выплат при рождении первых, вторых, третьих и последующих детей для Забайкалья уже есть. Количество многодетных семей в крае увеличилось с 28% в 2018 году до 36% в 2023. Екатерина Пешкова, Сергей Миртов, РТК Забайкалье.